всем привет друзья сегодня у нас четверг зима опять какой-то очередной раз пытается начаться но ничего не начнется так понимаю снег мокрый с дождем едем в банк алис болгарии отправил нам деньги на неделю назад если не больше банк такой интересный деньги все берем счет прошлый раз они мне гривневые открыли долларов и что-то там какие-то вопросы непонятные в общем говорит приезжайте мы вам откроем чтобы вы могли получить деньги там такой интересный процент берется сейчас я уже точно все уточню чтоб так не говорить приблизительно недалеко у нас ехать к нему неудобно какой-то там безбашенный процент но сейчас мы точно узнаем схожу в банке все вам расскажу банк очень известный там в описании под видео он у меня есть эти реквизиты там какие-то на две страницы но образно я говорю ну-то по сравнению с остальными это просто это безумие миллион букв цифр и всего остального ну это такое дело ну ключевой процент во всем этом вот тут остатки когда-то кстати снимал село осокорки называлась вот это все что вы видите впереди относилась черниговской губернии и вот эти остатки их летом не видно из-за зелени а сейчас их видно люди живут посреди мегаполиса просто в яме частном секторе там их достаточно много кстати там дорога остатки дороги есть и озеро остатки есть кто киеве давно живет тот знает вот был 42 автобус он ходил от ленинградской площади вас окорки там где дачи он и сейчас вроде как ходит там остатки это вот тут заезд на эту дорогу да направо эти остатки этой дороги которая осталась еще с тех времен там с восьмидесятых ну раньше она была наверное я еще был маленький был седьмой роб там тоже все застроили уже лодочная станция и мы на роб ездили на сорок втором автобусе с отцом вот остался кусочек дороги и кусок частного сектора но все вокруг уже изменилось сильно очень да впереди вот торговый центр недавно открыли огромный один из самых больших дома вон новая это грубо говоря территория чуть за ним впереди роб был главное банк этот не проехать это он тут справа до домов построили нормально нежилых помещений парковка можно сказать отсутствует практически там такое там на 5 машины там на 5 еле-еле ставьте где хотите называется друзья сходил банк вот этот известный банк я думаю вам знаком этот логотип акционерное товариство написано акционерное общество по-русски ну что мне сказали значит сняли деньги в общем холле отправил 50 долларов из 50 с нею сняли 30 но этот с его слов пока ничего не понятно такая интересная банковская система как я говорю она у нас стране не только у нас наверное в противозачаточном состоянии находится я так с банками сталкивался но не так часто ну там кредиты несколько раз брали пару автомобилей просто кредиты в общем они уточняли данные так как у меня не было долларового счета они уточняли вот за уточнение данных они взяли 30 баксов сначала продание мне говорили только что что сняли деньги за свифт перевод якобы он дорогой что маленькие суммы невыгодно потом за уточнение то есть что там на самом деле до конца не понятно сказали сейчас мы счет вам валют доллара вы открыли значит доллара вы открыли будем сейчас искать где ваши деньги короче обалденно работает схема вообще просто выдающийся банк всем рекомендую в кавычках конечно ну может где-то он нормально работает ну вот скажем европа мир и переводы в украину ну в общем будем удалять его из из комментариев из рекомендованных чтоб поддерживали нас потому что это жесть просто так это я приехал ну пусть не очень далеко но все равно какой-то час времени я потратил заходом заездом там 40 минут и сейчас они будут искать деньги перезвонят когда они их найдут найдут ли они их вообще в общем что вам сказать это жесть короче самое яркое всего этого с 50 долларов 30 долларов они забрали просто за то что они уточняли если я или если у меня счет или ну не знаю за воздух короче или за сам перевод но будем выяснять еще в принципе 30 бакса уже сняли никто их никуда не вернет я ли писал в премьере там мы общаемся обычно в премьере так не общались нигде ну или в онлайне я ему писал что говорю блин никогда больше этим банком не пользуюсь а потому что с такими такими цифрами никому это не нужно так ну пока все значит стартер на залупазлик почти починили якорь якорь был уставший из-за того что щетки закончились из-за того что крутили долго как мне сказали специалисты в общем якорь 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 я нашел вчера товарищ не помог спасибо ему огромное у него был запасной потому что такой интересный стартер который продается новый массово но блин запчастей на него нет ну может где то есть но в общем там какие-то несколько вариантов то есть купить в интернете сложно причем стоимость якоря 50 60 процентов самого следующего стартера нового такого же ну починим пока этот вообще крутить надо меньше надо больше понижения чтобы меньше глохло потому что вчера видео которое во льдах сколько этом раз его завел но и так не считал но блин десятка два минимум за 15 минутный ролик десятка два раза он заглох и я его заводил конечно любой стартер умрет все пока пока дальше будем бороться коробку еще не забрал сейчас буду звонить может там человек просто днем на работе надо вечером не совпадает пока время всем пока спасибо с банками будьте осторожны 60 процентов комиссия за перевод это жестко всем пока на это жесть тут была лодочная станция и вокруг ничего не было просто пустыри теперь тут просто какой-то лас-вегас особенно достроили достроили этот один из самых крупных торговых центров в киеве парковочка вон какая тоже многоярусная но люди людям облом заезжать они стоят вдоль дороги из-за этого тут теперь регулярные пробки после открытия сейчас нету потому что ни утро ни вечера утром вечером жестко хорошо очень 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 очень